Всем привет, дорогие друзья! У нас здесь накопилось несколько посылочек с Алиэкспресса, я хочу их распаковать сегодня вместе с вами. Также хочу поделиться новостью, мы зарегистрировались в еще одной соцсети ТикТок. Мы все оставим, все ссылки оставим в описании канала, там у нас несколько соцсетей. Поэтому, если вам интересно, заходите, тоже подписывайтесь на нас в других соцсетях, и мы постараемся делиться смешными, коротенькими видео и там. Так, начнем нашу распаковочку. Вот наши посылки. Собаки наши тоже участвуют. Со мной сейчас Мишелька, Моника-то рядышком с нами, смотрит издалека. Так, я всегда пользуюсь ножничками. Что у нас здесь такого интересненького? Так, это вот такие вот крутые маечки, мы их уже заказывали. Я осталась с ними очень довольна и решила заказать еще раз. Мы в майках входим все время, потому что у нас на улице довольно жарко, очень яркое солнце, и собаки очень коротко подстрижены. Я боюсь, что у них обгорит кожа, поэтому мы всегда выходим на улицу в маечках. Вот такая вот красота. Смотрите, какие они яркие, какие они красивые. Когда маечка яркая, если собака куда-то даже от вас убежала, вы всегда сможете ее заметить, да? Даже где-нибудь среди какой-нибудь густой травы. Маечка сделана из такой ткани, которая вот немножко с такими вот маленькими дырочками. Она сделана как спортивная одежда, поэтому собаке хорошо в ней дышится, в ней не будет жарко. Здесь вот такая вот хрюша наклейка. Она очень качественно сделана и приклеена. Отлично выполнены все швы, никаких ниток, ничего не торчит и никакого химического запаха нет. Хотя понятно, что это синтетическая ткань, это не хлопок, но тем не менее сделана очень качественно. Мне нравится то, что маечка очень яркая, да, это позволит увидеть вашу собачку издалека. На самом деле мы эти маечки уже заказывали. Кто знаком с нашими распаковками, возможно, помнит. Мы заказывали точно такие же маечки в этом же магазине, но только желтого цвета. Мы ими остались очень довольны. На самом деле, наверное, эта маечка самая используемая нами. Мы чаще всего ее одеваем и часто ходим именно по-другому. Размер мы заказывали N для наших собачек, но по ширине, по объему, по длине хорошо, но по объему она немножко большевата. Поэтому эти маечки я немножко ушила руками, но может не очень сильно качественно, вот видно мои швы. Но держится все хорошо и она идеально подходит. Я, честно говоря, стираю их даже в стиральной машине, и ни наклейка не пострадала, ни швы не пострадали, ни ткань не стала менее яркой. Поэтому я очень ей довольна этой маечкой, и мы решили заказать еще точно такие же, но только другого цвета. Сейчас мы с Мишелькой померяем. Да, Мишелька? Давай, ты у нас любишь обновочки. Миша любительница таких дел новых. Ну да, вы можете увидеть, что по объему немножечко большевата. Можно, конечно, и так оставить, но, скорее всего, я вот немножко вот здесь вот прихвачу, и по объему будет она плотнее и лучше. Наши любимые маечки с хрюшками. Мишель. Сейчас будет обидное разочарование, потому что собачки, обычно, когда я их одеваю, они думают, что мы сейчас гулять пойдем. Но мы пока не пойдем. К нам наша Монечка любимая присоединилась. Она не очень любит распаковки, потому что она знает, что ее что-нибудь заставят мерить. Да, Манюшечка моя. Смотрите, что же у нас дальше, какие-то впризики. Следующая пацаночка. Ага. Смотрите, здесь игрушка. Игрушка, которая на основе веревочки. И сверху идет вот такая вот мягкая часть. Это пищалочка, которую мы обожаем. Ой. Такие игрушки, вот, сама мягкая часть, я всегда выбираю, чтобы не было никаких накладных пластиковых глазок, носиков. Надо, чтобы все было вышито, потому что эти глазики и носики очень быстро отгрызаются, и вот внутренняя часть, внутреннее наполнение всегда оттуда вылезает. Поэтому я тоже вам советую, если вы выбираете игрушку мягкую, нужно, чтобы были не накладные пластиковые, а лучше, чтобы были вышитые части. Я хочу еще снять также следующее видео. Это будет обзор по игрушкам. Мы подберем и расскажем вам о том, какие игрушки стоит покупать и заказывать, какие не стоят. Ну, постараюсь сделать для вас вот такой вот полный подробный отчет по нашему опыту. Да? Мы такое любим. Эти веревочки собачки обожают, и они очень такие долговременные, они не деформируются, поэтому вот советую. Миша у нас вообще очень большой любитель игрушек, для него это вот сразу первое дело. Давайте смотреть, что у нас дальше. Нужно развязать все аккуратненько, чтобы ничего не повредить. Ой, какая тут красота! Это тоже игрушка. Это слоник. Запаха никакого химического нет, все отлично. Видно, что используется хлопковая нить. Смотрите, какой смешной. Ушки для слоника, конечно, маловаты. Ушками он больше на мышку похож. И такой длиннющий большой нос. Он сделан из веревочки, поэтому я думаю, что он не будет деформироваться очень долгое время. И надеюсь, что собачкам он понравится. Внутри никаких пищалочек, ничего дополнительного нет. Он будет просто как веревочка. Ну, так как он такой необычный, прикольный формы, я думаю, что будет интересно его таскать. Красивый. В этом магазине есть разные животные, не только слоники, там много всего. Ну, вот мы именно на слонике остановились. Я думаю, что этот хобот нам очень понравится. А лягушка уже у нас пошла в расход. Мишке очень понравилось, она очень довольна. Так, что же у нас дальше? Открываем. Вау! Это вот такая вот куриная крылышка. Это тоже игрушка для собак. Она тоже с пищалочкой. Но, вы знаете, ну, сделана довольно качественно, все хорошо сшито. Но я так понимаю, что нашим бобрам надолго этого не хватит. Я думаю, что очень достаточно быстро она разгрызется. Хотя ткань очень плотная. Ну, я думаю, мы потом в сообществе обязательно с вами поделимся, насколько она была долговечной. Как она себя повела. Когда я смотрела отзывы на Алиэкспресс, там писали, что она очень-очень имитирует и очень сильно похожа. Но я не скажу, что прям идентичное сходство с куриным крылышком. Просто игрушка и игрушка. Так себе. Я уверена, что пищалочка нас порадует, а в целом довольно посредственно. Так, что у нас еще осталось? Мы потом обязательно в следующем видео про игрушки, обязательно прокомментируем, как каждая игрушка себя повела. Ой, тут еще мальчики. Мы заготовимся к летнему сезону. Смотрите, насколько Мишелька заинтересовалась этими новыми игрушками. Ой, слоник это прям нечто. Я рада, что именно слоник ей понравился, потому что слоник он такой долговременный. Я думаю, что ей будет очень нравиться. Она любит приносить игрушки, когда мы с ней играем. И как раз слоник для этого отлично подойдет. Наши манечки вернемся. Здесь опять же ткань сделана такими вот дырочками, как спортивная одежда. Мне очень нравится, когда сделано именно так. Такая красивая расцветка. Мы много времени проводим на море, и у нас такие будут морячки. С галстучками. Моня, ну что, может, ты поверишь? Давай. Давай лапку, как ты одеваешься. Давай вторую. Вы знаете, на удивление, эта маечка подошла идеально. Обычно у нас проблемы. Или с длиной, или с шириной. А эта маечка, она так хорошо подошла. Я думаю, что мне даже не нужно будет ни ушивать, ничего другого дорабатывать. Я счастлива. Это, наверное, первая маечка, которая нам так хорошо подошла. Я хочу еще вторую маечку разить. Миша, отвлекайся от своих игрушек. Давай одеваться. Давай померяем. Просто супер! Смотрите, как красиво получилось. Морячка наша. О, ниточка вылезла. Ну, это не страшно. Мы это все обрежем. Вот такая красивая, модная девочка. И у нас осталась последняя на сегодня пострелочка. Она вот такая небольшая, маленькая. Я уже, честно говоря, знаю, что это. Сейчас мы вместе с вами посмотрим. Это пилочка для коготков. Вот она такая, смотрите, жесткая. Прям чувствуется. Вот она как у людей для педикюра. То же самое и здесь. У нас специально для собачек сделано. Честно говоря, ну, вообще собакам мы стрижем когти раз в две недели стараемся. Но иногда, если когти не сильно отросли, если это лето, когда когти сами стачиваются, я могу не состригать, а просто вот запилить такой жесткой пилкой. Наша пилочка, она уже такая очень-очень плохая, поэтому я решила заказать для них новую. Ну, вы знаете, я качеством очень довольна. Давайте попробуем, проэкспериментируем, как же она в деле себя поведет. Мишелька, давай попробуем. Она довольно жесткая, и я думаю, что она со временем... Вот есть пилочки, которые идут с напылением, а это без напыления, здесь именно такие насечки идут. И вот собакам не обязательно состригать, можно иногда просто вот такой жесткой пилкой запилить. Ну, прям чувствуется, что коготочек уходит. Я думаю, что мы ей долго будем пользоваться и останемся довольны. Ну, ладно. Сегодня у нас день на позитиве, поэтому собачек не будем мучить подпиливанием когтей. Нашими покупочками мы остались очень довольны, я думаю, что наши собачки тоже, потому что игрушки просто замечательные. Все ссылки мы обязательно оставим в описании к этому видео, поэтому, если вас что-то заинтересовало, вы можете себе тоже такое приобрести. И ждите нашего следующего видео про обзор игрушек. Спасибо за просмотр! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok